Здравствуйте! С вами итоговый выпуск новостей на Волгоградском деловом телевидении. Мы предлагаем вашему вниманию обзор самых важных событий, произошедших за минувшую неделю в городе и области. Главной политической интригой недели стало ожидание, кого же губернатор региона Сергей Баженов предложит депутатам Волгоградской областной думы в качестве премьер-министра формирующегося правительства. Как предрекали эксперты, им стал мэр города Невинномыска Константин Храмов. Вечером 21 марта губернатор Волгоградской области Сергей Баженов внес на рассмотрение депутатов областной думы кандидатуру Константина Храмова на должность председателя формирующегося правительства региона. Ожидается, что решение депутатов будет принято 29 марта на очередном заседании парламента. Константин Константинович Храмов родился 6 апреля 1967 года в городе Невинномыске Ставропольского края. Окончил Невинномысский химико-механический техникум, став по семейной традиции инженером-энергетиком. Позже окончил Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ. Служил в группе советских войск в Германии. 1 марта 2009 года на всеобщих прямых выборах Константин Храмов был избран мэром Невинномыска, набрав 46,41% голосов избирателей. Эксперты отзываются о Храмове как об эффективном менеджере, который смог превратить Невинномыска из моногорода в инвестиционно-привлекательный объект. По прогнозам наблюдателей, Храмов, имеющие тесные связи с Кремлем, сможет привлечь инвестиции и в наш регион. Считывая нестабильный характер географического положения Ставрополья, прямое соседство с Чеченской республикой, другими не самыми спокойными регионами России, умение развернуть инвестиционные проекты в таких, скажем так, полугорячих или, скажем, тлеющих точках, да? Это говорит о том, что, ну, в гораздо более стабильной ситуации, где проблемы безопасности не стоят до костра, как на Северном Кавказе, наверное, достижения будут еще более зримые. Формирующееся волгоградское правительство не перестает быть самой обсуждаемой темой для волгоградских экспертов. И далеко не все они сходятся на мысли, что правительство в том виде, в котором оно сейчас создается, благо. Я боюсь, что сложится такая ситуация, которая у нас существует на федеральном уровне, когда есть администрация президента, которая, ну, конечно, численно уступает правительству Российской Федерации, но, тем не менее, является достаточно многочисленной. И параллельно с этим, естественно, есть правительство. То же самое может возникнуть и в Волгоградской области, когда в непосредственном, так сказать, подчинении губернатора останется администрация, и достаточно многочисленная, в которой будут свои кураторы, которые будут готовить решения по определенным отраслям, так сказать, направлением деятельности. И параллельно с этим возникнут еще и в правительстве, значит, министерства, которые тоже будут работать вот по этим направлениям. Сам законопроект о правительстве, он недостаточно, так скажем, все расписывает функции, которые необходимо нам, депутатам, знать, как это правительство будет работать. Самые большие вопросы, конечно, к структуре, так называемой, системе, органах исполнительной власти. Как и таковой системы из этого законопроекта мы ее не увидели, потому что это перечень просто тех органов, которые будут формироваться губернатором, ну, уже, так скажем, после санкции областной думы. Я предлагал не 35 органов власти, чтобы было, а 25. И у меня есть полный анализ по всем субъектам Российской Федерации. Такое количество министерств, как у нас, 17, очень редко где есть. Попытка переворота произошла на минувшем неделе во фракции «Единая Россия» Волгоградской Городской думы. Ирина Соловьева, год проработавшая руководителем фракции, была к большинствам голосов смещена со своего поста, а на ее место назначена Светлана Титова. Однако ни сама Соловьева, ни региональное руководство «Единой России» с этим решением не согласились. Я сейчас как была руководителем, так и остаюсь руководителем фракции. Региональное отделение считает, что данный порядок был действительно нарушен. Кроме этого, был нарушен вопрос о принятии решения по смене руководителя фракции. К сожалению, наверное, депутатского корпуса это не право депутатов, это право регионального отделения, то есть это делается только по согласованию. В Волгограде началась реализация образовательной программы по основам управления многоквартирными домами. Тема первого семинара, прошедшего в Краснооктябрьском районе города, стало создание Совета многоквартирного дома, а также иных форм организации жилищного самоуправления. Было принято решение администрации области подготовить цикл семинаров по новому в управлении многоквартирных домов, а самое главное, чтобы научить граждан-собственников взаимодействовать с управляющей компанией. Такими были новости за минувшую неделю. Хотите знать больше? Смотрите и читайте ВДТВ. С вами была Мария Чуракова. До новых встреч!